МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старший инспектор по особым поручениям Управления по гражданству и миграции Управления внутренних дел Гронинского областного исполнительного комитета. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, наша аудитория. Ольга Владимировна, давайте начнем наш разговор, скажем так, с новинки, с ID-карт. Условные новинки. Что собой они представляют? ID-карта – это документ, удостоверяющий личность. И она представляет собой маленькую такую небольшую карту, похожую на права, на банковскую пластиковую карточку, которая содержит в себе биометрический идентификатор и криптографический токен аутентификации. На ней нанесены фамилиями отчества владельца, его цифровой фотопортрет, электронно-цифровая подпись, также код выдачи органа, который оформил паспорт. Ну и также зашифрована та же самая информация в чипе, которая содержится в этом документе. Информация о регистрации по месту жительства, о браках и о детях, она сейчас исчезла с этих карт и содержится в государственных информационных ресурсах, и госорганы могут запросить эту информацию с согласия владельца. Хорошо, а как оформить ID-карту и что будет это стоить? На текущий момент гражданин для получения впервые ID-карты должен обратиться по месту регистрации в подразделение по гражданству миграции. Там на биометрическом комплексе будут собраны все его биометрические данные, будет заполнено заявление и ID-карта, стоимость ее на сегодняшний момент составляет 1,5 базовой величины. Предусмотрены льготы для лиц, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, это 1,5 базовой величины. Также такая же сумма для инвалидов 1-2 группы. Дети до 14 лет могут получить эту карту бесплатно. В случае повторного обращения гражданин может прийти в любое подразделение по гражданству миграции в нашей республике и получить паспорт там, где биометрический паспорт и ID-карту в том месте, где ему уже удобно. Если мы говорим про ID-карты, на какой срок они выдаются и, может быть, сначала действие документа, который ввел в оборот ID-карты, то в нашем регионе сколько таких было выдано? Мы приближаемся к цифре 42 тысячи на текущий момент. И ID-карты достаточно востребованными становятся, конечно. Мы надеемся, что этот документ все больше и больше будет нас приводить к каким-то технологиям «Умный город», которая сейчас тоже очень популярна. Мы надеемся, что это все приведет к переходу в электронный формат, и все административные процедуры можно будет выполнять с помощью ID-карты. Это очень удобно. Срок действия этой карты? Срок действия 10 лет для детей, до 14 лет на 5 лет выдается ID-карта. Вы говорите о растущей популярности, о такой форме удостоверяющей личности документа. А может ли быть параллельно действовать и ID-карта быть на руках у одного гражданина, и вместе с тем паспорт? В целом у нас сейчас действуют и паспорта, как в нашем понимании старого образца, и ID-карты также. Но иметь одновременно и паспорт, и ID-карту невозможно. Если человек уже перешел на биометрические документы, вернуться на паспорт бумажный, как мы его называем, уже невозможно. Мы уже с вами эту тему затонули, так или иначе. Регистр населения, что это за ресурс? Ресурс достаточно молодой. Можно сказать, в этом году летом был юбилей регистра населения 10 лет. Ну, подразделения начали создаваться в соответствии с приказом министра внутренних дел в 2012 году. И, конечно, на первоначальном этапе все было достаточно сложно. Надо было оперативно насытить базу данных определенными сведениями. Ну, благодаря слаженности и работе профессионалов, это удалось сделать уже к июню 2013 года. И в полном объеме регистр заработал 26 июля. Это государственная информационная система, которая содержит сведения о самом человеке, о лице, его персональные данные, включающие фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения о браках, о детях, о регистрации по месту жительства, о недееспособности, о воинской обязанности, ну и много других, в общем-то, данных, которые все больше и больше насыщают наш регистр населения, позволяют государственным органам работать более качественно. Кто имеет доступ, имеет право доступа к данной базе данных, скажем так, И насколько востребован этот регистр оказался в практике? На практике регистр, конечно, достаточно востребованная база данных. И на текущий момент тоже мы подсчитывали, сколько приблизительно электронных запросов было. И такая цифра получилась свыше 450 миллионов электронных запросов государственных органов организации. Ответы приходят менее чем через секунду, поэтому достаточно оперативное получение информации и всеми органами в части, касающиеся. Регистр помогает оптимизировать деятельность госорганов по принципу «одно окно», помогает сформировать списки военнообязанных, снижает риски выплаты пенсии и пособий двойных, так скажем. Кроме того, позволяет осуществлять оперативно-розыскную деятельность более качественно и вообще помогает государственным органам, организациям и нотариусам оперативно-качественно выполнять свои функции. Ольга Владимировна, я процессирую. В связи со вступлением 11 июля 2023 года, изменив закон от 2008-2002 года, о гражданстве Республики Беларусь, граждане Беларуси, которые приобрели гражданство Республики Беларусь, обязаны проинформировать об этом определенные госорганы. Скажите, пожалуйста, каков порядок этих обращений и какие сроки? Да, действительно, все верно. У нас новаторство в законодательстве о гражданстве и на текущий момент лица, которые приобрели гражданство иностранного государства, либо вид на жительство иностранного государства, либо любой другой документ, который дает право на льготы в иностранном государстве, они обязаны проинформировать компетентные органы Республики Беларусь, то есть органы внутренних дел. Для того, чтобы это осуществить, существует на сегодняшний день четыре варианта возможного обращения. Во-первых, гражданин может обратиться путем размещения информации в своем личном кабинете на едином портале электронных услуг посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы. Либо он может направить письменное уведомление в органы внутренних дел, либо же он может обратиться путем единой государственной интегрированной республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Это тоже возможно. Либо лично, в конце концов, обратиться и прийти в подразделение по гражданству и миграции. Для того, чтобы была внесена корректная информация, он должен при себе иметь определенные документы, он должен заполнить заявление, принести с собой непосредственно те документы, которые дают ему право на какие-то льготы либо подтверждающие его гражданство, вид на жительство, ну и заявить об этом. В какой срок это должен он сделать? В законе предусматривается трехмесячный срок с момента получения этих льгот, с момента наступления факта. А давайте рассмотрим вариант, Ольга Владимировна, когда такое уведомление не принимается? Или что может стать отказом, наверное, так сформулирую вопрос, для приема такого уведомления? Да, я поняла. Причина может послужить то, что гражданин, возможно, некачественно оформил свое обращение, не приложил копии документов, подтверждающих эти права. И это может послужить отказом. Гражданин уведомляется о том, что его обращение не рассмотрено и указывается причина. Чтобы такого избежать, можно предварительно перед обращением обратиться к сайту МВД в разделе «Гражданство». В принципе, там есть образцы на русском, на белорусском языках. Каждый выбирает язык, на котором он хочет заполнить это свое обращение. Вот таким образом можно решить этот вопрос. Ну и давайте мы рассмотрим такой вариант, когда человек выходит из гражданства определенного государства. Обязан ли он уведомлять об этом компетентные органы? Скажем так, законодатель определил в таком варианте, что гражданин вправе уведомить о такой ситуации. Это его право. А есть ли ответственность за неуведомление? На текущий момент ни административная, ни уголовная ответственность не предусмотрена. То есть это рекомендация. Да, это рекомендация, но в то же время по информации Департамента по гражданству и миграции рассматривается вопрос о том, что ответственность за неуведомление все-таки она будет. Ольга Владимировна, и, наверное, самое актуальное на сегодняшний день, если говорим мы о вашей службе, о службе по гражданству и миграции, если гражданин Республики Беларусь находится за границей. Но настала такая необходимость, пришла такая необходимость обменять паспорт гражданина Республики Беларусь. Как это сделать? Да, у нас тоже были изменения в этом году. С сентября месяца иной порядок установлен для обмена паспорта. Лица, которые находятся за пределами РБ, в обязательном порядке такие граждане должны обменивать паспорт на территории Республики Беларусь и обращаться в подразделения по гражданству и миграции по адресу регистрации. Либо по адресу своей последней регистрации на территории Республики Беларусь в случае, если они были сняты с регистрационного учета. То есть личная явка? Личная явка. Скажите, пожалуйста, в этом случае есть ли какие-то сроки, в какой нужно обменять паспорт? То есть вот эта просрочка документа, здесь может быть введена такая терминология? Ну, скажем так, в любом случае говорить о конкретных сроках мы пока не можем. Гражданин должен, конечно, следить за вот этой датой, когда его документы уже истекают и обращаться своевременно, конечно же, прежде всего. Спасибо за пояснение. Ну и давайте, может быть, мы с вами проговорим такую тему. Где происходит оформление постоянного проживания? Постоянное проживание оформляется органами внутренних дел, а также загранучреждениями по месту нахождения лица. Ну и может быть еще такой вопрос. Обязаны ли граждане, оформившие разрешение на постоянное проживание, состоять на консульском учете в загранучреждении? Безусловно, это обязательно к исполнению и гражданин обязан встать на консульский учет. Ольга Владимировна, давайте тогда мы еще в нашей программе проговорим о блоке общих вопросов. Какие документы удостоверяют личность гражданина Республики Беларусь? Документами, удостоверяющими личность, является паспорт гражданина Республики Беларусь, ID-карта. Для иностранных граждан это биометрический вид на жительство, который выдается в обязательном порядке с 1 сентября 2021 года. Ранее выданные виды на жительство, они также действуют в пределах срока, указанного в этом документе. А правда ли, что можно на руках иметь два биометрических паспорта? Это правда. Биометрический паспорт является документом, предназначенным для выезда за границу. И на текущий момент паспорта в нашем старом понимании, которые у нас являлись и документом, удостоверяющим личность, и документом, предназначенным для выезда за границу, они тоже действуют. Но вот уже владельцы ID-карт могут оформить два биометрических паспорта одновременно, по желанию. Для чего это можно сделать? Это очень удобно в определенных случаях, когда гражданину, например, необходимо оформлять визу в посольстве, и в то же время ему необходимо в это же время покинуть территорию Республики Беларусь, срочный выезд. И он тогда пользуется вторым документом для выезда за границу и может пересечь границу. ID-карты тоже может быть две на руках? ID-карта может быть только одна. И повторюсь, что уже если есть ID-карта, уже вернуться к паспорту старому невозможно. Бумажному варианту. Бумажному, да. Уже только ID-карта и биометрический паспорт. Ольга Владимировна, давайте напомним возраст, с которого можно и нужно получать паспорт. Обязательный срок, когда лицо уже обязано иметь этот документ, это 14 лет. Но в то же время по желанию законных представителей, ребенку может быть оформлен паспорт с рождения. Срок, что паспорта, что биометрического, ID-карты составляет 5 лет. Вот срок действия. Поэтому на 5 лет можно деткам тоже делать бесплатно до 14 лет. 14 лет это уже обязанность. Скажите, пожалуйста, еще, Ольга Владимировна, если есть вопросы, где искать правильный ответ, если они касаются службы вашей? Прежде всего, наверное, это указ 200-й президента об осуществлении административных процедур. В принципе, там есть целый раздел, касающийся деятельности органов внутренних дел, именно подразделений по гражданству и миграции. И там можно ознакомиться со всеми административными процедурами, которые выполняют подразделения. Там есть четкий перечень документов, которые гражданин должен предоставить при оформлении определенной процедуры. Сроки ее выполнения, оплата, суммы, какие должен платить гражданин в случае, если это необходимо. Очень удобно, и поэтому предварительно можно ознакомиться. А выдача паспорта взимается оплата, государственная пошлина, и есть определенные суммы за ускорение. Такая процедура актуальна и для обычного стандартного бумажного паспорта, и для ID-карт? Да, можно дополнительно оплатить эту услугу, и тогда паспорты, либо ID-карты будут оформлены в ускоренном порядке. Также платежи посредством ЕРИП, когда гражданин совершает, необязательно приносить квитанцию в подразделения по гражданству и миграции. Достаточно просто номер транзакции предоставить. То есть с экрана телефона практически? Возможно, да. А можно ли напомнить нашим телезрителям сроки, когда выдается паспорт, традиционные и ускоренные сроки? Это про какое количество дней речь идет? Если это традиционный срок выдачи паспорта, мы говорим о одном месяце. Если ускорение, это две недели, срочный порядок, это семь дней. Ну что ж, Ольга Владимировна, огромное спасибо вам за интересную, актуальную беседу. А с нашими телезрителями я прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова